Вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко рассказал журналистам Комсомолки, что ситуация вышла из-под контроля. В связи с пошатнувшимся курсом рубля и повышением стоимости нефти отправлять нефтепродукты на экспорт стало выгоднее. В итоге на внутреннем рынке возник их дефицит и цена на бензин начала уверенно двигаться вверх. При этом Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба никаких мер в отношении нефтяных компаний не применяют. Правда, правительство приняло решение снизить акцизы, так что цена за литр может упасть на 3 рубля. Но произойдет это не раньше 1 июля. А пока перспективы нельзя назвать радужными, подводит итог журналисты Комсомолки. Родители Бийска просят продлить работу пришкольных лагерей. Для многих подобные лагеря просто спасение. Однако работать летом они планируют не дольше недели, лишь для тех, кто получает социальную поддержку. Стоимость путевки в лагерь 600 рублей. Но родители готовы платить и больше, лишь бы о досуге их ребенка позаботились. Мэрии Наукограда журналистам Бийского рабочего сообщили, что в этом году бюджет сверстан и исправить ситуацию не получится. А вот в 2019-м расходы на более продолжительную работу пришкольных лагерей постараются заложить. В райцентре Новоегоревска введен карантин по бешенству, сообщают аргументы и факт Алтай. На днях там скончался домашний бультерьер, а незадолго до этого он покусал хозяина, ему поставили диагноз бешенства. Как заразилось животное неизвестно, однако сейчас на улицах райцентра проводят дезинфекцию и вакцинацию домашних животных. В любом случае карантин снимут только через два месяца. Татьяна Голубева, Наши новости.